хайл веса мишеньки и мы продолжаем пройти руку названием dark souls 3 ну что мы в принципе наш бабенку которая рисует стопу это было подожди это крыша да с правой стороны мы там сокращение пути нашли кстати у меня вопрос где раз разрушенный мост смысле почему сам остановлены ладно я понял мне вопрос заключается в том что здесь устройство подается тогда ладно тогда у нас вариантов больше нету только идти туда куда мы шли это как раз калитку которую мы открыли да ну один фиг мне кажется мне нужно было сейчас отправиться сюда и все-таки мост уничтожить с другой стороны я могу попытаться пробежать через мост но мне почему такое предчувствие что это очень 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 плохая идея потому что какая вероятность того что он на другом стороне никого не будет но как вариант можно попытаться просто пробежать но пойдем оттуда все равно придем ладно рискнем это знаете как можно проверить это все дело все я туда не иду мы вы сами видите там враги на вот сейчас я бы пошел и они бы обрубили лучше я трублю по сути вон но и сократить и пооткрыли лестницу поэтому тут 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 подожди но это получит снова вооружены враги с этими я не хочу встречаться с воронами они очень опасны во первых они дают сильно кровотечение плюс они имеют большое количество хп это у меня кольцо на кровотечение стоит полы не суть погнали тогда дальше там уже разберемся как только послушайте вам очень много вот так подумать шлем так ну и здесь а спреки я потом больше не возвращаюсь это как раз покажу сокращение к мосту по ухо их тут ухо хорошо что тут еще не нападает верхней так что у нас по этой территории один огненный один копейчик металличек я могу принципе с той стороны обойти да и это будет попроще на самом деле так надо быть осторожным но все равно нужно быть осторожным вот мне писать копейчики потому что они у нас конечно тот момент что я больше могу заточить себе оружие никак ну чё это заеба стрелять сквозь объекты круто наверное так стоп тут один фиг я не пишу подъемов не на самом деле дался хорошо сделан типа здесь очень здорово как очень здорово территория так ладно а как как мне тогда реально копейку прийти не пойму он давать я спрыгну пока что а ну хотя если вот так пойти здесь соскочить так это место где крыша да москвы не скинули обломок титанита тут был другой путь поднят так ну давайте в башенку пойдем так тут есть срез и что этот срез и есть как раз где а какой смысл этого среза тоже слишком короткий ладно я лично пока что не врублюсь опять смысле мост восстановлен то есть я должен есть ли вообще смысл под мостом там быть план как вариант давайте просто проверю это место так это со стороны кладбища так здесь мы тоже были если мы тропинки пойдем понизю ой как мне бесит это не что-то охранял ничего и чисто момент чтобы меня сбросить ладно но я понял в смысле а у меня щит очняк а потом я вспомнил мне нужно его сила привести чтобы у меня двусторонний атака это польщик слишком серьезный противник хотя вот если двусторонний атака что на самом деле не очень то и сложно но все же как говорится кто не пьет так там огнемечек здесь я видел шут это тоже не смешно один копейщик который сделал нормальный дамаг он даже и убить ночью убегает быстрее меня нифига себе мне предметов сливов упала это же получается и сюда пришел чтобы тут показал что алой здесь и есть противник он дал сигнал за мечу так щит прочтем все посмотрим так это колокол да по крайней мере выглядит безопасно свалить а вот это уж из коротко полезно потому что мне не предстоит куча куча проходить по новой повезло повезло тихо блин с другой стороны я могу даже а это большой смысл и куда он пришел а куда это он прошел но если он поднос ушел так подожди это как раз подъемчик да я слышу здесь двух таких не теряю ой нет еще со счету если с этими я то и смогу справиться ребята тот темно вряд ли что он что он и и и и и для нас это вообще и и и и и и и от и и и и купить и нет их конечно можно вся заварить чтобы они упали но все же вот этим что по нему хп восстанавливается а у него же щит как у меня молоте подожди какой у него процента от хилла он очень быстро хилится щиту врага поактивнее работает намного активнее главное чтоб я сейчас от него и не отъехал от этого врага потому что мы все знаем что эта тропинка ведет как раз меня к ним блин вот конечно быть сначала бы дерево уронить так вот это вот плохо хотя волков можно подстрелить по сути тут только один ходит мы снайперим ожидаем в позиции в снегу на охоту на волков ну ладно чё ты их не мишу Продолжение следует... 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 а а так и мужу я не знаю что можно в спину бить все тогда это попроще будет теперь главным тогда зайти просто за спину и все сейчас тогда их одолеем дойдем до того места где можно обрушить дерево обрушил спустимся вниз к врагу самое здесь неприятно то что здесь очень маленькая территория да скажите они умер хорош 81 как раз у нас уже и на прокачку есть домой да это было хорошее есть открыть сокращение пути о там пещеры как это начинается ну думаю бы почему не до спуститься сразу удалить этого и закончить то есть на испустился еще был я просто даже не могу понять что это происходит можно попытаться спуститься взять предмет и свалить нахер отсюда но здесь я прибыль буду трупом если меня будет взорвать вот эта херня да я думаю давайте спустимся притом при этом я даже не понимаешь что это тихо-тихо тихо 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 так вот кто это делает сейчас приятели с тобой я тут у кто это делает тогда нужно его загореть так ладно, мне бы куда-то его отвезти, вот серьезно а а парни опасно вот это парень оказался очень опасный что он создает такую херню это жесть не поймете главное ты не понимаешь кто это делает пока ты его не встретишь ну что ты думаете по можно сходить даже можем прочесть просто с вами описание их следующей серии тогда уже все сделаю по красите поэтому здесь у нас что-то есть здесь у нас ничего фигня кажется это все читал ненасытный ненасытная земля это огромное бронзово-топор с двумя лезвиями церемонального оружия используется в высвященных ритуалах мелвиц страна с преимущественной культурой земли предварительно рыцарь здесь одновременно является верховными жрецами сотряситель камней каменный молот милдийских рыцарей валун насажденный на рукоять сама земля помогает милдвинским рыцарям сражаться это старинное оружие своеобразный символ их взаимодействия взаимоотношений да взаимоотношений огненный клинок мелдийский большой лук ну да там специальные стрелы это мы читали так ищет недели обычный щит из тех, какие использовали преследователи фарона сделан из дерева, украшенный металлом обладает большим сопротивлением бездне то есть это против тимы можно сказать хотя бездне шлем преследователя шлем из тех, какие носили преследователи фарона за воинами фарона подошедшие бездни начинали охотиться высокие, худые преследователи с пустыми глазами от фарона и хранителя остались лишь воспоминания но группы спустошенных преследователя можно встретить до сих пор. Капюшоны рыцаря-рабам. Такие краснометаллические капюшоны выдавали рыцарям-рабам, чтобы их статус можно было определить издалека. Как-то давно лишь нежить служила рыцарям-рабам, иначе говоря, расходный материал для самых жутких сражений. Они тряхлые и кожа бугливается, а кости скручивались. В конце концов они полностью теряли рассудок, но даже это не освобождало их от... От чего? От повинности. Так, подожди, а мне ж... Вот она, факел преследователя. Повый факел из тех, какими пользуется преследователь Альфар, он даёт свет и может быть использован как оружие. Некоторые формы бездны проявляются как телесный гной, с которым мы испокон веков боролись при помощи огня. Так, подожди, а почему я не могу его использовать? А нихера себе. Ну тогда, да, я не смог его использовать. И по сей день. Теперь человек преследователь. Ну и в принципе всё. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok